МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты первого карагандинского канала Ягуль Норжакен. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. В Семертау разгорается скандал вокруг очередей в детские сады. В отделе образования отказываются показывать список очередности. Представители этнокультурных объединений Караганды праздновали день первого президента Республики Казахстан. В Казахстане официально ввели в обращение новую купюру номиналом в 20 тысяч тенге. Такой подарок казахстанцам сделал Национальный банк ко дню первого президента. В Семертау разгорается скандал вокруг очередей в детские сады. В отделе образования отказываются показывать список очередности. Теперь родители смогут следить за продвижением своей очереди только на специальном сайте в интернете. Родители жалуются, что теперь не могут получить подтверждение места своего ребенка в очереди. Ситуацией разбирались наши корреспонденты. Родители утверждают, для того, чтобы устроить ребенка в детский сад, им приходится сталкиваться с многочисленными проблемами. Главное – это нехватка детских учреждений. Одна из родителей сжалуется, что ей в Горано каждый раз по-разному разъясняют ситуацию. Мой ребенок состоит в очереди с рождения. Я каждый раз прихожу на подтверждение очереди своего ребенка в Горано. Но получилось так, что мы должны были попасть осенью 45-ми по списку. Когда я подошла в августе, мне сказали, что мы не попадаем, так как в наборе уже 40 детей, и вы остаетесь пятыми на следующий год, на май месяц. Для подтверждения мне сказали прийти в октябре, но от своих слов сотрудница Горано отказывается. Что делать в таких случаях? Кто даст мне гарантии, что в мае мы попадем в детский сад? Заветного места в детском дошкольном учреждении сегодня дожидаются более 6 тысяч тимирталовских малышей. На регулярно обновляемом сайте действительно мало полезной информации. Цифры оптимизма не внушают. С приездом съемочной группы сотрудники отдела образования стали приветливыми и открытыми, готовыми идти навстречу родителям. В настоящее время для удобства родителей прежде всего это все создано для удобства родителей. То есть у нас детки рождаются, их сразу вставят в очередь, правильно? Мама находится в декретном отпуске. И она, значит, находится с ребенком, и ей не... Ну, как она выйдет, если ребенок маленький, правильно? Для этого удобства создан сайт отдела образования, который у нас размещен везде, во всех СМИ, в газетах мы давали. Сейчас он называется ootimirtau.kz. В Тимиртау существует всего 21 государственный детский сад и 4 мини-центра. Оплата в частных детских учреждениях не всем по карману. Она колеблется от 16 до 30 тысяч тенге. Очередь в государственные детские сады в городе поистине огромная. Некоторые родители ожидают места в детские сады уже больше 4-х лет. По всем жалобам родителей, руководство проводит индивидуальные приемы. Некоторые родители поздно подают документы. Из-за этого у них мало шансов получить вовремя места в детский сад, разъясняет методист отдела образования Екатерина Кудайбергенова. Для таких людей никто приема не отменял. По средам у нас принимает руководитель отдела образования Рахимова Бакшаврызаковна. По четвергам принимает ее заместитель, заместитель руководителя Зорина Татьяна Дмитриевна. Для таких родителей, пожалуйста, всегда разъясняется информация, тут же выходится в интернет, при них скачивается эта очередь, открывается и вместе с ними мы смотрим. Если таковой возможности нет, действительно, все бывает. Но нет возможности посмотреть. Все, пожалуйста, объясняется. Рождаемость в регионе растет. Очередь детских и воспитательных учреждений на сегодня остается большой проблемой и ждет своего незамедлительного решения. Гульнур Жакин, Жасулан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. От мала до велика. Представители этнокультурных объединений Караганды праздновали день первого президента Республики Казахстан. Во Дворце культуры горняков прошел концерт, посвященный этому дню. Известные композиторы и певцы приехали в шахтерскую столицу отпраздновать торжество вместе с карагандинцами. Дворец культуры горняков является одним из основных символов Караганды. Именно здесь проходят значимые мероприятия. День первого президента Республики Казахстан собрал в одном месте представителей разных сфер деятельности. Чиновники, военнослужащие, руководители областных управлений, ветераны, почетные граждане области и многие и другие праздновали этот день. Уважаемые участники торжественного мероприятия, с момента облетения независимости Казахстан подарил миру самое ценное богатство, непреклонную политическую волю и несерпаемую мудрость на султана Абишиша Назарбаева. Это уникальная по своему потенциалу поистине титаническая личность. Выход из народа, который сумел самостоятельно подняться до высот политиков планетарного масштаба. Для зрителей выступили вокальные и хореографические ансамбли города. На одной сцене стояли представители разных народов, в разных национальных костюмах. Но их объединяло одно – они исполняли песни о любимой родине. А танцы в национальном стиле создавали праздничную атмосферу. Также с большого экрана прозвучали поздравления соратников президента и наших земляков. Я хочу сказать, что благодаря выявленной политике нашего президента Казахстан сегодня такой, какой он есть. Нам повезло с нашим президентом. Когда за рубежом встречаешься с иностранцами, когда говоришь «Казахстан», они сразу говорят «О, Назарбаев». Я хочу пожелать нашему президенту здоровья, благополучия, долголетия, чтобы он сам эти планы осуществил. Почетными гостями в этот праздничный вечер были соратники президента. Выходя на сцену, они вспоминали молодость и как начинали свою трудовую деятельность. Все выступления были искренними и эмоциональными. Он любит природу, любит заниматься спортом, любит животных. Он самый сильный в Казахстане и самый мудрый. Важным событием этого дня стало юбилейное 20-е послание главы государства народу Казахстана, в котором он обозначил новые реформы и стратегию для дальнейшего развития государства. Лариса Хусейнова, Жасулам Акулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Ко дню первого президента пятерым мамочкам в перинатальном центре торжественно вручили свидетельство о рождении детей. Власти избавили родителей от хлопот по оформлению важного документа. Вручение состоялось прямо в день выписки. Подробности в следующем сюжете. Все дети были рождены накануне одного из главных праздников в году. В честь этого события для родителей были подготовлены приятные сюрпризы. В канун Дня первого президента мы поздравили с рождением детей. Мы вручили им свидетельство о рождении и подарки от нашего спонсора. Вручение первого и важного документа для ребенка проходило в торжественной обстановке. Пожелать вам здоровья, здоровья вашим малышам, чтобы они стали такими же, как наши дети. Родительница Алиса Хачукаева не скрывает радости. Теперь она избавилась от беготни по оформлению документов. Ее дочь Амина родилась 24 ноября. Честно говоря, это была приятная неожиданность для нас, что выдадут нам свидетельство о рождении. Все-таки сейчас зима и куда-то ехать и так далее. Было очень приятно. Спонсоры подарков – сеть аптек «Биосфера». Мамы и дети получили памперсы, дорожный набор для малышей и косметические средства. Амина Смакова, Жаслан Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Спонсор показа – Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок «Алюгал» – «Галвин Херкюль». «Галвин» – оконные системы А-класса. Долговечность – 60 лет. «Галвин» – морозостойкий, надежный, прочный для тех, кто ценит качество. В Караганде подвели итоги конкурса за Мандас-2015 «Вклад в развитие города». Награждение победителей приурочили к празднованию Дня первого президента страны. Лауреаты получили свои награды из рук Акима города, Бурлана Убакирова и других членов жюри. Социально значимый проект проводится в шахтерской столице в восьмой раз. Голосование проходило в онлайн-режиме. Более двух тысяч карагандинцев отдали свои голоса за этнокультурные объединения. Жюри конкурса посчитало, что они внесли огромный вклад в развитие города. Зал театра имени Станиславского был заполнен зрителями и болельщиками. Карагандинцы собрались, чтобы поддержать победителей и увидеть красочное шоу, приуроченное празднику. Гаражам поздравил Аким Нурлана Убакиров. Значение этого праздника определяется историческими заслугами нашего президента Нурсултана Адмишевича Мазарбаева, который возглавил нашу страну в судьбоносное для нее время. Празднуя день первого президента, мы выражаем особые слова благодарности и уважения Нурсултану Адмишевичу Мазарбаеву и его выдающимся историческим заслугам в становлении и развитии нашей страны. На чествовании отличившихся карагандинцев присутствовали и ветераны. Анатолий Якуш, всю свою жизнь проработавший на шахте и в партийных органах, с гордостью вспоминает встречу с Нурсултаном Назарбаевым. Беседа с президентом оставила в душе вечного активиста неизгладимое впечатление. Встреча была, конечно, короткой, но он очень веские слова сказал, что нужно быть честным, трудолюбивым, любить свою работу и относиться к людям с чувством ответственности. Поэтому я всегда вспоминаю и в дальнейшей работе очень ценил эти слова. На сцене театра разгорались нешуточные страсти. Песни, постановки были пропитаны патриотическим духом. Первыми свои награды получили этнокультурные объединения «Полонья», «Вайнах», «Виднослово», «Дакия» и «Казачья вольница». Организаторы конкурса уверены, что такие церемонии являются важным стимулом в работе любого человека. Поэтому проект «Замандас» найдет свое продолжение в следующем году. Аймам Ринаулжас Габасов, Арман Нартаев, Первый, Карагандинский. Часто дорожно-транспортные происшествия происходят по вине водителей, которые не замечают знаков пешеходного перехода. Однако по улице Ермекова обратная ситуация. Горожане сами становятся виновниками несчастных случаев. С двух сторон от остановки 92-й квартал. На расстоянии около 200 метров расположены пешеходные переходы. Оба находятся у социально значимых объектов, где большая проходимость. От школы и супермаркета перейти дорогу возможно, а от остановки затруднительно, но главное – опасно. Жители признают, что им лень дойти до пешеходного перехода, и многие переходят дорогу в неположенном месте, нарушая правила дорожного движения. Ну вот далеко переход идти. Ребята, покажите здесь, где переход ближайший. Вон он, зеленый. И здесь, вон. Да. И не хочется туда идти, не хочется сюда. Поэтому раз быстренько, там зеленый, и красный горит, машины стоят, и здесь красный горит, машины стоят. Я вжик перебегу и все. Наверное, потому что, как и все, далеко идти. Далеко. Потому что неудобно. Однако знак стоит. Что делать? Кто прав? Те, кто знак не видит? Или кто переходит? Потому что здесь далеко идти до пешеходного перехода, и так неудобно. Вот видите, все идут. Все идут. Да. А есть несчастный случай? Ну, я очень внимательно смотрю за движением автомобилей. Ну, вот, когда торопишься, так получается. Поспешив на красный, можно пропрощаться с белым. Очень хорошая реклама была по телевидению. Только лишь огромная просьба, чтобы поставили пешеход в удобном для пассажиров, для пешеходов месте. Жители 92-го квартала, возвращаясь домой с работы, или же отводя детей в школу или детский сад, ежедневно подвергают себя опасности. Мы обратились с вопросом, можно ли в данном месте сделать дополнительный пешеходный переход. Установка была проведена согласно СТРК, технические средства Организации дорожного движения. Установка дополнительного пешеходного перехода, получается, между этими светофорами, будет противоречить этим стандартам установки пешеходных переходов. В этой связи установка дополнительных знаков не представляется возможной. Ну, дополнительно будет еще обследовано либо пешеходное ограждение, либо перенос остановочного пункта. Это будет комиссионно еще обследовано дополнительно с представителями ОАП УВД города Караганда и представителями автопарков, которые осуществляют движение по данному маршруту. Жильцы 92-го квартала с нетерпением будут ждать решения данной проблемы. Асель Сазымбаева и Сланбек Успан Арман Нартаев, 1-й Карагандинский. Продолжаем выпуск. В Казахстане официально ввели в обращение новую купюру номиналом в 20 тысяч. Такой подарок казахстанцам сделал Национальный банк ко дню первого президента. Новая банкнота была изготовлена еще в 2013 году и считается одной из самых защищенных в мире. Можно ощутить, что это действительно подлинная банкнота. Новая купюра была выполнена из пластика и хлопка. Самую дорогую по достоинству банкноту порвать практически невозможно. Также для людей с ослабленным зрением разработчики нанесли 7 высокорельефных треугольников, различимых на ощупь. Жители Карагандинской области уже успели обменять 4 миллиона тенге. Банкноты будут выдаваться банками второго уровня наравне с денежными знаками других номиналов. Появятся 20-тысячные купюры и в банкоматах, как только в них поменяют настройки. Вот это прозрачное окно, да, ну никогда они не смогут его сделать. Потом крылатый вот конь, это элемент спарк, это делается из краски, которая применяется в космической технике. То есть ее просто так найти невозможно. Это вообще банкнота, она трудно поддается воспроизведению. И, в общем-то, мы считаем, что подделок не должно быть. Потому что вот эти самые два элемента, они самые такие мощные, передовые на сегодняшний день. 28 ноября 2015 года правлением Нацбанка принято решение о продлении срока постепенного изъятия из оборота банкнот номиналом 2, 5 и 10 тысяч тенге образца 2006 года. До 3 октября 2017 года горожане могут обменять старые банкноты на новые в любом банке второго уровня. Данные банкноты будут обмениваться в течение четырех лет без ограничений. Будут приниматься и банкоматами, и как на депозиты. То есть являться платежным средством на всей территории Казахстана. То есть поводов для беспокойства нет. Если человек кто-то хочет обменять, любая сумма у нас обменивается. После указанного срока обмен будет производиться только в филиалах Национального банка Казахстана до 3 октября 2020 года. Затем купюры будут недействительны. Замена вышеуказанных банкнот будет осуществляться бесплатно, без взимания комиссии. Диана Армазанова, Руслан Макулбеков, Арман Артаев, Первый Карагандинский. Глава государства поставил задачи в эпоху новой глобальной реальности с ее возможностями и рисками. Одна из них – устранение административных барьеров для малого и среднего предпринимательства. В прокуратуре Октябрьского района прошел круглый стол по профилактике правонарушений, связанных с реализацией проектов малого и среднего предпринимательства. Тему продолжит Гульза Ацахова. В обсуждении приняли участие представители Фонда развития предпринимательства ДАМУ, Палата предпринимателей Карагандинской области, Корпорация Карагандинан и многие другие частные предприятия. Были заключены договора, проплачены деньги. Не окончательно, а по условиям договора. По этапам получались. По этапам. Часть оборудования поступила. По трёх контрактам у нас. Что-то готовится к огрузке. Работаем там, коммуникации подводятся, ремонт помещений. На сегодняшний день пока не эксплуатируется? Нет, ещё пока только идёт монтаж оборудования, подготовка. В ходе круглого стола были обсуждены вопросы профилактики правонарушений, связанных с целевым и эффективным расходованием средств Национального фонда. На сегодня конкретных фактов правонарушений среди предпринимателей нет. В рамках задания прокуратуры области, значит, нашей прокуратуре выделены четыре предприятия, и мы проводим, значит, их мониторинг по расходованию, целевому использованию выделенных средств. В этой связи мы проводим круглый стол, чтобы осветить какие-то вопросы, если они возникают, там, решить какие-то проблемы, оказать какую-то правовую помощь. По государственной программе развития малого и среднего бизнеса 2020 в Карагандинской области выделено 108 миллиардов тенге, из которых 52 миллиарда уже использованы. Всем участникам объяснили, что недопустимая трата средств влечет ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Республики Казахстан. Частые нарушения выявляемы при мониторинге проекта. Вы знаете, в обрабатывающей промышленности есть определенный перечень УКЭД, который должен соответствовать вашему УКЭДу. В связи с последним посланием главы государства на встрече начинающих предпринимателей были оговорены выделяемые суммы денег из Национального фонда и рамки их использования. По сегодняшнему посланию президента, он сказал, что средства выделять из Национального фонда не будут, ограничены. Поэтому то, что было профинансировано, выделено, необходимо, чтобы было рационально использовано, на благо нашей экономики. В будущем все представители малого и среднего бизнеса должны будут учитывать все доходы и расходы своей деятельности во избежание отрицательного влияния на Государственный фонд в нынешнем кризисном положении. Гульза Ацахова, Лжас Капасов, Александр Царикидзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. В Казахстане нужно развивать стратегию развития бизнеса на 2017-2020 годы. С этим предложением выступила Республиканская рабочая группа по развитию предпринимательского образования. В Карагандинском экономическом университете прошел семинар, в котором участвовали представители разных вузов страны. Члены Палаты предпринимателей и педагоги поделились опытом и высказали свое мнение. Чтобы развивать бизнес и привлечь молодежь, в первую очередь нужно внедрить курсы предпринимательства в вузах страны. В стенах Карагандинского экономического университета их еще нет. Даже по республике такие курсы внедрены только в университетах Павлодара и Кокшитау. Чтобы решить эту проблему, нужно готовить педагогов, которые будут обучать студентов бизнесу, сказал президент университета менеджмента Алматы Ассалбек Кожахметов. Мы привыкли, что у нас есть преподающие университеты, течения университетов и научные исследовательские. Но время уже показывает, что с развитием рыночной экономики очередной отраслью и направлением становится предпринимательство. И поэтому развитие предпринимательства в вузах, чтобы предпринимателем был каждый студент, чтобы предпринимателем был каждый преподаватель, чтобы сам университет и институт становился предпринимателем, занимался коммерциализацией. Это все требует правильного отношения, изменения системы внутри университетов, появления новых дисциплин, которых пока еще нет в государственных стандартах образования. Участники семинара поделились своим опытом, хотя на данный момент нет подготовленных преподавателей. Например, карагандинские педагоги отметили, что в университетах есть центры, которые грамотно могут помочь желающим разрабатывать бизнес-планы. А в Кокшетамском университете имени Абая Мирзахметова уже три года действуют курсы под названием «Бизнес-инкубатор». В настоящее время в университете, в Кокшетамском университете Абая Мирзахметова, мы ввели в учебный процесс, в наши образовательные программы, курсы по предпринимательству практически для всех специальностей. Это является дополнительной подготовкой для будущих наших специалистов. Кроме того, в университете имеется бизнес-инкубатор, на базе которого есть возможность нашим студентам также получать навыки о предпринимательстве. Собравшиеся на семинар предложили свои варианты внедрения курсов в учебные заведения. В первую очередь в стране нужно развивать стратегию предпринимательства. Подготовка педагогов является самым важным фактором обучения. А также между государством, бизнесом и университетами нужно наладить коллегиальные отношения. Диана Рамазанова, Исламбеку Спан, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Малыши шахтерской столицы мечтают стать президентом. Лидер, любящий Казахстан. Так воспитанники детского сада Мирей называют Нурсултана Назарбаева. В дошкольном заведении состоялось открытое занятие на трех языках, посвященное Дню Президента. Ребята пели, рассказывали стихи и танцевали. Подробности далее. День первого президента в детском саде Мирей прошел в теплой обстановке. Малыши с искренним уважением рассказывали о Нурсултане Назарбаеве. Ребята гордо демонстрировали знания государственного русского и английского языков. Красивая постановка с дамброй завораживала взгляды. Кире Старовойтовой всего пять лет, но у девочки, как оказалось, уже есть кумир – Нурсултан Назарбаев. Малышка без стеснения рассказала о своей мечте – стать президентом. Я его люблю, потому что он мне нравится. Нравится во всем. Что он читает книги, он изучает все. Мне это нравится очень. И я хочу, чтобы ему было много радости. Когда я вырасту, я хочу стать президентом. Детский сад Мирей работает в пилотном проекте первой леди страны Сары Назарбаевой «Самопознание». С ранних лет дошколятам объясняют и прививают общечеловеческие ценности, такие как любовь, истина, доброта. Наш детский сад работает в проекте по самопознанию. И хочется сказать, что задачи воспитания в детях любви, уважения к своей родине, к своей семье, к своим друзьям, они позволяют нам решать такие задачи, как воспитание в детях, понимание основных ценностей жизни, таких ценностей, как любовь, как дружба, как уважение к людям различных национальностей. Такие занятия в дошкольном учреждении проводятся ежегодно. Педагоги отмечают – дети знают и любят свою родину. Малыши с удовольствием готовятся к праздникам и демонстрируют все свои знания. А молодой коллектив детского сада «Мирей» готов им в этом помогать. Впереди у них еще одно торжество – День независимости. Аймамрина Жасулама Кулбеков, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. И последнее. Молодежь Карагандинского региона встала на лыжи. Эта акция приурочена Дню Первого Президента. Соревнования по лыжным гонкам провели в поселке Узенко. В мероприятии приняли участие юноши и девушки, юниоры и ветераны, а также именитые спортсмены. В Забиге в честь Дня Первого Президента смогли принять участие все желающие. А их оказалось немало. Сквер имени Калибайжанова в поселке Узенко собрал около 500 любителей активного образа жизни. Андрей Пономарев приехал на соревнования вместе со своими одноклассниками. Ученик девятого класса рассказал о уважении, которое он и его друзья испытывают в главе государства. Уважаем, чтобы много сделал для себя. Этот праздник, чтобы все победили, чтобы для себя радость получили. Ну и всего самого хорошего. Среди участников Забега особенно отличались профессионалы. Знаменитые призеры Олимпийских игр вместе со всеми встали на лыжи. Заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Дмитрий Карпов присоединился к молодежи. С его слов, хоть лыжи и не его стихия, но он сумел устоять на них и прокатился с ветерком. Сегодня праздник, день первого президента. Это пример, мы, наверное, показываем молодежи, что надо заниматься любым видом спорта, чтобы быть здоровым. Больше такая акция. И самому, конечно, было интересно, смогу ли я проехать на лыжах устоять. Вроде бы получилось, ни разу не упал. Надо просто работать над этим, и все будет получаться лучше и лучше. Теперь думаю, что с детьми хочу своих детей поставить тоже на лыжи. Оценивали соревнующихся строгие судьи. С их слов, лыжный спорт развивается в Карагандинской области хорошими темпами. На этих гонках организаторы не только поддержат праздник, но и выявят спортсменов для сборной области. Идет, и эти ребята будут отбираться уже в дальнейшем на чемпионаты Республики Казахстан, молодежные чемпионаты. Будем выявлять сильнейшие. Каждым годом все лучше и лучше. Больше как-то люди тянутся к спорту, отходят от компьютеров и понимают, что надо заниматься. Победители и призеры были определены после завершения гонки. Награждение состоялось вечером. Со слов организаторов мероприятия, никто не остался без грамот и ценных призов. А имам Рина Улжас Габасов, Арман Нартаев, Первый Карагандинский. Это были все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Увидимся в эфире. Аман Сауболмстер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова